Председатель парламента Южной Осетии Алан Алборов в эфире Радио Спутник. Прежде всего с Российской Федерацией, в будущем близкие отношения, очень надеемся, со странами СНГ, мы показываем, что в этих вопросах мы всегда едины. Самое важное в работе этой конференции то, что мы выстраиваем, прежде всего, конечно, наши отношения с партиями, блоками, фракциями Российской Федерации. И с учетом того, как выстраиваются отношения у партии Российской Федерации с партиями стран СНГ, мы определенный опыт берем и наращиваем. Это очень важная конференция, где мы можем личные отношения наладить с председателями партии, с депутатами других стран СНГ, которые могут впоследствии очень сильно помочь во взаимодействии уже государства с государством. Потому что депутаты — это избранники народа, они во многом у них больше развязаны руки в каких-то контактах. Даже если некоторые страны нас не были знали, депутаты могут контактировать с нами более свободно. Аллан Юрьевич, как раз, если можно поподробнее об этом, удалось ли наладить новые связи или завести новые знакомства для дальнейшего сотрудничества? Эта конференция, естественно, помимо тех официальных докладов, официальных мероприятий, которые видны, помимо этого, естественно, мы и налаживали. Каждый из наших депутатов и руководителей фракции контакты с другими руководителями других партий и фракций других стран. Это, я понимаю, пока чисто на человеческом уровне. Есть заинтересованность депутатов и партий некоторых из этих стран. Вообще поближе познакомиться с Южной Осетии, с бытом Южной Осетии. Спрашивают, как республика восстанавливается, какие препятствия, преграды. Мы со своей стороны тоже как бы стараемся с этими партиями больше контактов иметь. Это, ну, как вам сказать, нельзя бумаги прописать. Нельзя это как бы им, во всяком случае, по телевидению рассказать или дать комментарии. Но контакты именно в эти конференции для этого и существуют, чтобы мы нашли точки соприкосновения с депутатами, которые приедут в свои страны, расскажут там своим избирателям, своим народам, что есть вот такая страна, что есть такое взаимодействие этой страны с Российской Федерацией, чтобы у нас появилось больше друзей вот на этом уровне. И, как мы знаем, каждая партия участвует в своей стране в борьбе за власть. И в любом случае некоторые из этих людей, дай бог, впоследствии могут прийти в этих странах СНГ к власти. И с учетом того, что вот это взаимодействие есть, это пока на человеческом уровне, это может впоследствии помочь нам даже, может быть, в вопросах признания. Но это, конечно, перспектива чуть-чуть не очень близкая, но вот такой удивительный формат. Мы также знаем, что в ходе конференции вы выступали с докладом. Расскажите, пожалуйста, о своем докладе. Какие вопросы вы поднимали? Да, я выступал с докладом. И самое главное, я отметил в докладе, что у Южной Осетии, признанной Российской Федерацией, есть вот это взаимодействие между партиями, между фракциями. Я в своем докладе отметил, что у нас подписано соглашение с Государственной Думой, которое мы недавно подписали. И по этому соглашению наши партии, наши фракции могут более тесно взаимодействовать с Государственной Думой для того, чтобы проблемные вопросы, которые у нас периодически возникают, неважно, это экономические и еще какие-то, что они через вот эти связи наши с Российской Федерацией и благодаря ей помощи Российской Федерации решаются. Это, наверное, было важно для тех участников этой конференции со страной СНГ, которые должны понимать, что у нас вот это тесное взаимодействие с Российской Федерацией есть, и впоследствии, если будет такая у них возможность, чтобы они тоже рассчитывали, что у нас с ними тоже могут быть такие взаимодействия. Мы рассказали и показали, что отношение с Россией, каждой партией, каждой фракцией неизменно. Только собирать вот со всех сторон те страны, которые близки Российской Федерации. Алан Юрьевич, планируется ли подписывать какие-то соглашения, такие же, как и между Госдумой и парламентами Южной Осетии, с парламентами уже других регионов Российской Федерации? Да, кстати, я им обозначил, что мы совсем недавно подписали еще соглашение с нашими братьями из Северной Осетии. Я обозначил, что предполагается подписание еще с парламентами Северного Кавказа. Мы после конференции встречались с председателем Московской городской думы. И там мы тоже предполагаем в начале следующего года выйти на подписание соглашения уже с Мосгордумой. Все эти контакты, естественно, только с Россией, потому что вы же понимаете, что страны СНГ, которые нас не признали подписывать с ними в соглашение, еще у них этой возможности нет. По вашему мнению, насколько важно для Южной Осетии участвовать в подобных конференциях для дальнейшего признания уже странами СНГ? Как я отметил, любую площадку надо Южной Осетии использовать для того, чтобы эти контакты были. Как я уже еще раз подчеркнул, отметил, каждая партия борется за власть в своей стране, в своем регионе. Естественно, эти контакты, которые мы сейчас, каждый из нас, каждая партия, каждый лидер фракции неформально налаживает, впоследствии могут дать свои плоды для того, чтобы они понимали, что есть вот такая партия, такие люди, такие взаимоотношения, такое отношение вообще к сближению. Любую площадку мы должны использовать, любую абсолютно. Тем более, когда организаторы этой площадки, Российская Федерация, Российская Федерация транспортирует этим странам СНГ, что вот она Южная Осетия, вот она Абхазия. Вот такая у нее демократия, такие депутаты, они вот тут радуются то, то, за наше общее. То, что у нас общее между странами СНГ, между Россией и Южной Осетии, Абхазии есть, все ценности, которые у нас есть, что мы тоже защищаем и будем всегда придерживаться вот этих ценностей. И эти лидеры партии, фракции будут это понимать, знать. И я уверен, что получится, что потихонечку, потихонечку эти страны начнут вот пока на этом уровне, а потом на уровне уже признания взаимодействия.